Всем привет! Меня зовут Ильюшин Евгений. Я являюсь техническим директором в компании Виосадтех и работаю на факультете вычислительной математики Московского университета. Ну, наверное, уже не секрет, что не сегодня, так может быть завтра автономные автомобили будут ездить по дорогам, ну, наверное, даже Москвы, а может быть и всей России. И, конечно, для того, чтобы это стало реальностью, необходимо сделать огромное количество различных инженерных штук. И, ну, как мне кажется, это, наверное, мое субъективное мнение. Вот компания Яндекс, она в нашей стране является одним из лидеров в этом направлении. И ребята занимаются очень классными, интересными вещами. И к нам сегодня пришел Георгий Никандров. Он работает как раз в компании Яндекс и делает очень классные штуки. И он сегодня нам про это расскажет. Георгий, тебе слово. Да, Женя, спасибо большое. Хоть твое мнение и субъективное, как у всех, но мне оно, несомненно, нравится. Да, и сегодня расскажу о том, чем мы занимаемся в нашей компании, и про наши машины беспилотные, и про роботы. И, кстати, сервис робот-такси мы запустили в нескольких локациях, в том числе и в Москве в этом году. Но такси — это так, для души, как говорится. Вообще, да, я в большой компании, значит, являюсь руководителем группы по разработке некоторых сенсоров. И про один из них, про LIDAR, такой лазерный сканер, я вам сегодня расскажу. Спасибо. Итак, мой доклад называется «Лидар. Основной сенсор системы технического зрения». Я считаю, что он, наверное, даже самый основной и главный. Ну, не только потому, что я возглавляю команду по разработке этого девайса, но еще и по ряду другим причин. И сегодня вам расскажу, почему. Для начала хотел бы рассказать о том, вообще, какие задачи перед нами стояли, перед всей командой по беспилотникам в далеком 2016-2017 году. На слайде представлена такая архитектурная схема, из каких больших модулей состоит автомобиль, робот. Это система восприятия того окружающего пространства, что вокруг нас. Это система предсказания движения окружающих объектов, которые мы называем агентами. Это система планирования движения нашего собственного. Ну, и также система управления, будь то роботы или автомобили. Сегодня я коснусь только первой части — система восприятия и как же мы его разрабатывали. Ну, первое, что просится посмотреть, как автомобилем управляет человек. Делает он это весьма специфично. Но базово у него два основных органа, которые отвечают за управление. Это мозг и это глаза, которые выступают в качестве сенсоров. Если с мозгом все более-менее понятно, в аналоге наших систем, это должен быть какой-то мощный вычислитель, то вот с глазами все не так однозначно. Ну, первое, что кажется логичным и понятным, попробовать использовать различные видеокамеры. Мы взяли машину, обвесили ее в множественном камер. Это нереальная фотография, это сгенерировано искусственным интеллектом. Ну, примерно так это могло бы выглядеть. И дальше долго и мучительно наша группа высокоуровневых программистов занималась темой распознавания окружающего. Этим они увлекательно занимались в течение примерно полугода, но ничего не получалось. Не получалось по каким причинам? У камер достаточно низкое разрешение по дальности. То есть сложно сказать, объекты впереди тебя, какое расстояние, там 10-11 метров. Ну, так еще, наверное, можно, а вот там 100 или 101 метр. Уже весьма затруднительно. Есть проблемы, когда объекты одного цвета на фоне друг друга, их достаточно сложно распознать. У камер есть зависимость достаточно сильная от уровня внешней освещенности. Они почти ничего не видят против яркого солнца, они почти ничего не видят при отсутствии внешнего освещения. Человеку для управления автомобилем в этом случае помогает или козырек, который закрывает солнце, либо фары, которые подсвечивают ему дорогу. Ну и также у камеры сильно падает качество изображения при наличии каких-то осадков, там снег, дождь, туман. Ну окей, может, не получилось у нас, получится у кого-то другого, может, это мы такие неумелые. Есть апологеты этой темы, что можно беспилотным транспортом управлять без использования каких-то там дополнительных сенсоров, типа LiDAR или RADAR. Так, наиболее известный из них – это Илон Масс у своей компании Tesla. Помимо Tesla есть и другие компании. Достаточно известный стартап из Израиля, Mobileye. Ну и ряд компаний, которые тоже разрабатывают и производят роботов-доставщиков. Все они обходятся без LiDAR. Но чтобы понять, насколько крут тот самый Илон Масс со своей Tesla, давайте возьмем какой-нибудь критерий. Все же познается в сравнении. В качестве критерия предлагаю взять какие-то стандарты общепринятых. В этом стандарте достаточно подробно рассказано, какие есть уровни автономности. Принято считать, что их всего шесть. Ну, видимо, стандарты разработки участвовали у программистов, начинаются они с нулевого уровня. Ну, тут, может быть, логически понятнее. Нулевое – значит, никакой автономности. Это абсолютно большинство автомобилей, которые передвигаются по улицам нашего города. Да, причем в этот нулевой уровень вполне себе вписываются различные помощники, такие там ABS, ESP, система предупреждения препятствий в мертвой зоне, всякие парктроники и прочее. Такие отдельные помощники, которые в какой-то небольшой промежуток времени подсказывают водителю, они еще не делают автомобиль автономным. Первый уровень. В этом первом уровне уже, значит, некая единая система, которая отслеживает происходящее вокруг. Сюда, например, можно отнести адаптивный круиз-контроль. То есть, когда мы не просто отслеживаем, какое там есть препятствие перед нами, но мы еще и управляем автомобилем, мы притормаживаем, ускоряемся, какие-то такие простейшие операции делаем. Второй уровень. Второй уровень подразумевает, что мы можем еще не только притормаживать, и ускоряться, но еще и перестраиваться между полосами. Ну, какие-то еще дополнительные действия. И вот на этом втором уровне наконец-то появляется та самая Tesla и компания Mobileye, которые не используют лидары, ну или Mobileye не использовал их на первоначальном уровне. А кто же на следующих уровнях? И вот тут лидерами являются совсем другие компании. Третий уровень, который подразумевает, что автомобиль уже может почти все действия делать самостоятельно, это и выезжать с парковки, и перемещаться по заданному маршруту, и парковаться в нужном месте. Ну, рядом ограничения. Главное ограничение, что водитель все равно должен находиться за рулем. Он может убрать руки с руля, ноги с педали, но при этом он все время контролирует происходящего вокруг него ситуацию. И вот на этом третьем уровне там совсем другие компании. Это компания Mercedes, Audi и Volvo. Причем Mercedes где-то в этом году сертифицировал свои автомобили по третьему уровню. И в странах Европы, США уже разрешено продавать, выпускать такие беспилотники. Ну, а ряд компаний пошло не революционным, а эволюционным путем мы замахнули сразу на четвертый уровень. Этот четвертый уровень подразумевает уже практически полную автоматизацию, за исключением каких-то редких случаев. Это какие-то сложные метеоусловия или какие-то редкие случаи на дорогах. Не знаю, там перекрытия, ремонты, въезд в каких-то сложных местностях вне города. И вот здесь такие компании, как Cruise от Chevrolet, Weima от Google, Ford от Ford. И компания Яндекс. Они никто еще не сертифицировались по этому четвертому уровню, но очень хотят, беседчески к этому приближаются. Ну, пятый уровень – это некий идеал, это наше светлое будущее, к которому мы все стремимся. Он подразумевает, что человек может сесть в автомобиль и дальше уже никак не участвовать в его управлении. Там даже могут отсутствовать органы управления, как-то руль, педали и прочее. Это как такой некий шаттл, который тебя доставит из одной точки в другую. Кстати, компания Mobile… Да, и все вот эти компании, начиная с третьего уровня и выше, они активно используют лидары и другие сенсоры, а не только камеры. То есть лидеры этого рынка, они давно убедились, что без него никак. Кстати, та же компания Mobileye начинала только на камерах, потом им надоели эти мучения, они и сейчас тоже стали использовать лидары. Но мы-то помним, с чего они начинали, а садочек остался, поэтому оставлю их пока на втором уровне. Итак, чем же так замечательен этот лидар, как он помогает перескочить с уровня на уровень? Немножко расскажу о том, как он работает. Чем вообще лидар отличается от каких-то классических лазерных дальномеров, которые вы можете купить в обычном строительном магазине? Ну, принципиально только тем, что у него вот это измерение дальности происходит по нескольким направлениям, по двум осям. В общем, он сканирует некий сектор, а не одно направление. Дальше там возможны алгоритмы измерения дальности, возможно, разные алгоритмы отклонения этого луча. Ну, базовая это вот такая функция, сканируя некоторое пространство. Измеряя дальности достаточно большой частотой, он выдает так называемое облако точек. Ну, а по этому облаку уже наши беспилотные транспортные средства ориентируются. Примерно так выглядит это облако. Это кадр нашего лидара, лидар нашей собственной разработки, установленный на нашем автомобиле с крыши. Ну, и тут даже неподготовленным взглядом можно много чего распознать. Вот человек там с коляской перешел пешеходный переход, слева видно там припаркованные самокаты, на дороге автомобили припаркованы. Там есть еще один интересный момент, не буду на нем акцентировать внимание. Если кто-то что-то интересное заметит, пишите в чатике. Что еще интересного можно с лидаром делать, помимо построения таких облаков точек? Если задать какие-то пороговые уровни, можно классифицировать разные объекты по уровню их отражения. Так мы можем даже видеть разметку, полосы, дорожные знаки на дорогах. Еще часто лидары сравнивают с другими датчиками под названием радары, помимо даже созвучного названия и похожего принципа действия. У них у каждого есть свои преимущества и недостатки. Ну, вот одним из важных преимуществ лидара по сравнению с радаром является его маленькая расходимость луча. Не пугайтесь этих формул, тут все достаточно просто, я сейчас расскажу. Значит, тут речь о неком предельно допустимом уровне расхождения луча. Существует так называемый дифракционный предел. Как несложно догадаться из названия, определяется он таким явлением, как дифракция. И этот предел определяет минимально возможный угол расхождения луча. То есть меньше этого угла сделать луч, какой бы ни была идеальной оптикой, невозможно. И, как видно по формуле в первой строчке, значит, этот угол зависит от длины волны и размера излучающего тела. И если мы берем радар, то там длина волны это единица сантиметров. Когда же речь о лидарах, это, как правило, инфракрасный диапазон ближней зоны, это единица микрометров. То есть разница там в три порядка. Отсюда исходит, что расходимость этого луча лазера будет гораздо-гораздо меньше. От этого получается и размер пятна. Так вот на дистанции 100 метров размер лазера будет порядка трех сантиметров, а радара это единицы метров. Соответственно, да, вы радаром увидите какое-то препятствие, но что это конкретно, там уже будет сложно сказать. Это может быть там стена здания, это может быть другой автомобиль, а может какой-то небольшой столбик, который вполне можно объехать. То есть вот с разрешением угловым у радаров не очень. Ну и тут некая такая подводящая итог табличка, сравнение разных сенсоров, ТВ-камеры, радары и лидары. Это три наиболее часто использованных сенсоров на различном беспилотном транспорте. Видно, да, такие критерии, которые наиболее важны для автономного флота. И по ним, как будто у лидары нигде нет провала такого, чтобы он вообще это не умел делать. У него отличное разрешение по дальности и по глубине. В принципе, на этом основан принцип его действия. Он даже умеет распознавать разметку дорожной знаки, о чем я вам немножко уже рассказал. Где он немного уступает эта цена, это так. Но все меньше и меньше это такой останавливающий фактор. Уже много производителей этих лидаров. Они производятся уже массово, и цена там реально за пару лет упала на порядок. Реально в 10 раз. Поэтому и это скоро, кажется, перестанет быть неким препятствием. У радаров, очевидно, преимущество – это всепогодность, и у него хорошее разрешение по дальности. Ну а камеры, высокое разрешение, поле наблюдения. Но есть ряд других ограничений, которых я тут упоминал. В итоге получили такую беспилотную платформу для автомобилей, для роботов, которая состоит из набора этих сенсоров. Почему набор, почему не один, например, лидар? Ну потому что они имеют преимущество недостатки. Мы хотим иметь универсальную надежную систему, отказоустойчивую, поэтому мы используем все это вместе. И в целом мы получаем то, что хотим. Дальше поговорю немножко о том, зачем мы стали его разрабатывать самостоятельно. В мире столько много замечательных компаний, которые с удовольствием продали бы нам эти лидары. Здесь представлены только основные игроки на рынке, а их на самом деле больше. Ну, для ответа на этот вопрос у меня есть целый набор тезисов. Лидар — это не только один из сенсоров, это вот как некий пятый элемент, основной, на котором основана вся эта беспилотная система. Почему? Вот почему. Лидар — это не только один из датчиков, который видит препятствия вокруг себя. По вот этим лидарным данным, облакам, точкам, мы распознаем, что вокруг нас. Мы скармливаем эти данные нейронным сетям, и потом, набирая миллионы километров, мы распознаем достаточно уверенно эти объекты, предсказываем их движение, траектории, и исходя из этого уже планируем свое движение. Все это делаем мы имя по лидарным данным. Ну и еще важная функция полидара — мы строим трехмерные карты по этим данным. То есть мы сейчас такая технология, что мы не можем поехать по улице в какой-то незнакомой, сразу вот с места. Мы сначала должны проехать в ручном режиме, отсканировать эту улицу, построить трехмерную карту, ее как-то доразметить, там знаки какие-то еще важные объекты, и потом мы уже по ней перемещаемся. Преимуществом такой технологии является то, что мы никак не зависимы от спутниковой связи. Вот те проблемы, которые сейчас есть в Москве, в центре, нас они никак не касаются. Мы прекрасно справляемся по этим трехмерным картам, решая так называемый слэм-логоритм в режиме реального времени. Ну и, собственно, вернувшись к предыдущему вопросу, зачем мы делаем это сами, да за тем, что есть высокие риски не получить какие-то лидары. Мы долгое время использовали американские фирмы Velodyne, были там вторым потребителем этих лидаров в мире, а это, ну, прям большая компания была, как некоторое время монополист. Ну, со всеми известными ее событиями мы перестали получать данные лидары. Дальше вот буквально на днях, вот 31 октября 23-го года, вышла статья на Wall Street Journal, которая рассказывает о всяких междоусобных войнах, между американским сенатом, которым не нравится, что американские компании, разрабатывающие бесплатники активно, стали использовать китайские лидары. Они предлагают ввести некие ограничения на такие поставки. Это, в свою очередь, не нравится китайскому правительству, и вот они в той же статье заявляют, что они могут ввести экспортные ограничения на поставку своих лидаров. Ну, а мы где-то там сбоку за этим всем наблюдаем, но тем не менее можем стать, можем получить ту ситуацию, когда ни один из иностранных лидаров нам станет недоступным. Кроме того, разрабатывая лидар самостоятельно, мы можем сделать такое условно-идеальное устройство. Мы идем к нашим внутренним заказчикам, спрашиваем их боли, их хотелки. Так коллеги, например, говорят, мы хотим со расстояния 30 сантиметров на роботе видеть и уровень земли, чтобы какие-то там препятствия, ямы обнаруживать, и человек на уровне плеч. Почему на уровне плеч? Ну, большинство людей оттуда растут руки, и по этому характерному органу можно однозначно распознать, что это действительно человек, и он может что-то сделать непредсказуемо, и лучше подальше от него держаться. Ну, также у нас, еду к автомобильным лидарам, складываются некие требования, и все это мы учитываем при разработке. Кроме того, есть еще ряд уникальных особенностей для наших лидаров, которые мы стараемся учесть. И тут ряд из них перечислен. Эти особенности либо не у всех других лидаров иностранных есть, либо вообще ни у кого нет. Так мы умеем измерять интенсивность отраженного сигнала. Вот когда я показывал разметку, там речь была об этом. Это важная функция для тех же нейронных сетей. А помимо просто дальности набора точек, они могут отличать разные материалы друг относительно друга, и это тоже им сильно помогает классифицировать объекты. У нас есть так называемая фульса мультипик. Что это такое? Это мы отправляем один короткий импульс, и можем ловить от него несколько отражений, когда это полезно. Например, когда у нас в атмосфере есть какие-то взвеси, там снежинки, капли дождя и прочее. Наш лазерный луч, он имеет какой-то размер. И мы можем частью этого пятна попасть в снежинку, в каплю, часть полетит дальше, там в следующую снежинку, каплю, потом уже, например, интересующий нас объект. И дальше мы можем отфильтровывать эти шумы. Видим, например, сравнивая несколько оборотов друг с другом, когда понимаем, что эти отдельные точки не совпадают, мы понимаем, что это какие-то паразитные шумовые эффекты. Если в нашем лидаре такой функции не было, мы бы просто видели такое облако мух, ну и так оно и выглядит на всяких простых дешевых лидарах. Мы же это все облако отфильтровываем, выбираем красивую, хорошую картинку, выдаем наружу. У нас есть такая функция фокусировки, она взята в кавычки, это не та классическая фокусировка, что есть в видеокамерах. Это скорее возможности выбора области интереса и ее просканировать с большей частотой или с меньшей скоростью. И мы можем что-то гораздо лучше рассмотреть. Это почти ни у кого нет. Как это выглядит, я в конце покажу на видео. Ну и да, у нас есть суровая реальность. В Москве, в России дороги обильно посыпают солью, песком, прочими реагентами. Это все прекрасно летит на защитные стекла. Лидаров, они быстро мотируются, после этого их можно выбрасывать. И, наверное, у разработчиков в Калифорнии или на юге Китая нет таких проблем, а у нас вот оно в полный рост. Поэтому мы, да, там используем стекла с подогревом, мы делаем систему очистки на автомобилях, которые включают в себя и сжатый воздух, и специальная жидкость, не замерзающая. И это все у нас активно работает, позволяет там во время движения это все чистить и не останавливаться. Какие проблемы мы решали по мере разработки? Проблем было много. Я тут малую часть таких верхних уровней вынес. Нам очень хотелось сделать этот девайс компактным, и это требовало высокой плотности электронных компонентов. Поэтому мы разрабатывали, например, все платы там собственной разработки, все вычислители. Там даже мы дошли до того, что мы матрицы с включающими приемными элементами тоже разработали самостоятельно. Делают нам их здесь, в России. Это достаточно прикольно. Нам необходимо реализовать там большой объем вычисления в режиме реального времени. Мы, конечно, могли бы взять какой-то готовый компьютер. Но, во-первых, это дорого, это неэффективно, он сильно греется. Мы пошли другим путем. Мы взяли элемент под названием PLIS, это программированные логические интегральные схемы, и на ней разработали микропроцессор, который идеально подходит под наши задачи. Соответственно, это достаточно дешево, быстро и эффективно. У нас огромный динамический диапазон входного сигнала. У нас может быть объект с высоким коэффициентом отражения в метре от лидара находиться. Например, какой-нибудь дорожный знак или катафото на велосипеде, они там почти 100% отражают. А может быть черный матовый объект на дистанции в сотни метров. Мы должны и то, и другое видеть. Это разница примерно в 10.5-10.6 степени. Чтобы это было возможно, мы динамически подстраиваем и чувствительность наших приемников, и мощность излучения. Мы смотрим, если какой-то из импульсов мы получили завышенный сигнал, мы, соответственно, меняем параметры нашего лидара. Нам необходимо обеспечить очень короткую длительность импульса. Это повышает точность измерения. В общем, там есть такие модные нынче транзисторы, нитридгалевые, которые мы тоже там активно используем. Ну и да, нам надо работать на улице, против солнца. Там мы рассчитывали и оптику, и всякие системы светофильтров специальным образом. В итоге здесь представлена такая упрощенная блок-схема лидара. Видно, что сердцем его является вот эта та самая микросхема под названием PLIS. Ну а дальше она управляет и двигателем, который считает отклонения луча в пространстве. Мы управляем лазером, приемником, усиливаем сигнал, который пришел нам, его оцифровываем. И дальше наружу уже такую предобработанную информацию по изернету выдаем. Что мы в итоге получили? Мы получили линейку различных наших лидаров. Наверху лидары кругового обзора. Они сканируют пространство за счет вращения в верхней части. Центральный лидар. Здесь, кстати, далеко не все представлены. Ну там какие-то основные вехи. И лидары дополнительные для автомобиля для установки в крылья и решетку в радиатор. Вот таких три сейчас направления. Здесь интересно отметить, что лидары кругового обзора для робота получали имена от персонажей из мультиков «Симпсон». Тут есть некоторое внешнее сходство головы этих персонажей и внешнего вида этих лидаров. Но центральный автомобиль, наш основной лидар, получил гордое имя Биг Лидарский. У нас много стикеров, шуток на эту тему. Тут на слайде представлено, как внутри выглядит этот лидар. Я специально его сфотографировал без внешнего колпака. Я уже не один раз выступал на всяких конференциях метапов про тему наших лидаров. Ну а потом в комментариях читаю от экспертов в интернетах, что да, да, знаем эти лидары Яндекса, купили американские, китайские, их там перекорпусировали и вот теперь рассказывайте, что сами. Нет. Мы действительно его разработали сами полностью. И вся оптика, и механика, и плата, и весь софт. Все наши разработки. Подтверждение этих слов. Здесь привел табличку. Я сравниваю этот лидар с китайскими. Это современные китайские, доступные на рынке для покупки. Тут ни по одному из параметров мы не уступаем этим китайским. У нас или лучей в два раза больше, либо дальность, либо у нас есть функция измерения интенсивности, у кого-то из них нет. В общем, мы как будто нигде не уступаем. Здесь немножко про лидар, который основной центральный автомобильный. Здесь таблички представлены в основные характеристики. У него дальность уже порядка 450 метров. В роботе это там 100 метров было. Он видит пространство 360 градусов вокруг себя. Также у него все эти фичи есть. И определение интенсивности, и несколько отражений, и встроенная система очистки. У него достаточно большой поток данных, порядка 600 мегабит в секунду. Поэтому 100-мегабитным эзернетом здесь не обойтись. Для понимания, что такое 450 метров, дальность привел картинку с флафта центра в самом высоком небоскрымом в Европе. Да, он чуть выше, 462 метра. Но мы работаем над тем, чтобы его тоже целиком отсканировать. Ну а так картинка выглядит с этого лидара. Картинку снимали из нашего здания, цеха сборки беспилотников. И вот в верхнем правом угле здание на расстоянии 433 метра. И на картинке, надеюсь, видно, что это здание отсканировано с хорошим разрешением. Там угловое разрешение порядка 0,05 градуса. Да, тут можно тоже заметить разные цвета. Зеленое, желтое, красное — это именно коэффициент отражения. Некоторые объекты зеленого цвета вблизи — это эстакады, это проспект Дорохова. Там металлические ограждения, которые отражают чуть лучше. Поэтому мы видим им таких цветов. Вдали там деревья, потом здания серые, мрачные. Вот они уже меньше света отражают. На слайде представлен процесс установки. Тут не только лидар, тут так называемый сенсор-бокс. Это короб пластиковый, в котором находится наверху лидар. И камеры, и внутри там радары спрятаны. Также внутри него находится емкость с жидкостью и сжатым воздухом для очистки. Ну и всякие коммутаторы, которые воспринимают данные с сенсоров и выдают их наружу в наш учислитель, который находится уже в багажнике. После установки этих сенсоров на машину мы заезжаем в комнату под названием «Калибровочная». Здесь, пошав угонным доскам, мы сводим различные сенсоры в единую систему, вносим какие-то поправки. Ну, потому что есть погрешности у каждого датчика, есть погрешности у кузова автомобиля, у этого сенсор-бокса. И чтобы их скалибровать, учесть все эти погрешности, мы выполняем такую операцию. Она практически в автоматическом режиме происходит. Ну и когда мы все это сделали, вот наши машины готовы к эксплуатации. Здесь представлена небольшая часть нашего флота. Это не постановочная фотография, я вот просто утром, когда еще они по сменам не разъехались, я их на парковке сфотографировал, и здесь на крыше видны, что здесь все наши лидары. У нас сейчас амбициозные цели, все лидары заменить на собственные, чтобы у нас проект называется «Гомогенный флот», когда все сенсоры будут одинаковыми. Это так выглядит на фото, а как это выглядит на видео. Здесь небольшой фрагмент. Да, здесь данные только с одного лидара, который на крыше. Есть еще три внизу, но тут только с одного. Опять, ну, кажется, достаточно просто, можно понять, что происходит вокруг автомобиля. Сейчас будет как раз, когда он выйдет на Т-образный перекресток, там проедут два автобуса навстречу другу, и там будет момент так называемой фокусировки, когда мы подробнее посмотрим происходящее на тротуаре. Вот так мы умеем управлять этим лучом в режиме онлайн. Это может быть полезно, когда мы где-то по трассе едем и получили вдали несколько точек, но не очень понимаем, что там вдали, хотим это лучше рассмотреть, ну, или там пешеходы на тротуаре хотим рассмотреть. Вот мы можем это делать. И помимо всех тех замечательных функций, которые есть у лидара, у него есть еще одна. Мы, конечно, эти все данные записываем в лог-файл. Ну, и при возникновении каких-то там ситуаций, мы эти данные, конечно же, при анализе тоже используем, анализируем, что же так и где произошло. Так нам вступили обращения от внимательных граждан, что один из ваших сотрудников замечен за саботажем в рабочее время. Мы посмотрели данные и разобрались в этой ситуации. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес? Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, скалывают роботы. Он не человек. Мы поняли, что наш сотрудник просто немножко устал, немножко выгорел в переносном смысле этого слова. Мы, значит, вне очереди отправили его к штатному психотерапевту, и скоро он вернулся в строй. И все благодаря лидерным данным. Спасибо большое за внимание. Георгий, спасибо большое за интересный доклад. Ребят, есть ли вопросы? Александр, микрофон сейчас. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а как эта система работает с сильно ли это асфальтом, когда от него идут искажения? Не рассеивается ли там луч отраженный в том числе? Угу, спасибо. Слушайте, честно, врать не хочу. Таких кейсов не было, чтобы прямо искажения в атмосфере были. У нас куча других кейсов есть, как там выхлопные газы от автомобилей, например. Наш лидер хорошо с этим работает. У него длина волны там 1550 нанометров. Это достаточно длинные волны. Они хорошо обходят эти микрозвеси в воздухе. У многих иностранных лидеров длина волны там меньше, 905 нанометров. Они начинают видеть такие сущности, как привидения какие-то. И там начинаются ложные срабатывания. Автомобили резко начинают останавливаться. Аналогичная ситуация с туманом, дождем, снегом. Про искажение атмосферы. Честно, еще не замечали такого? Не знаю. Может быть, в Арабских Эмиратах что-то такое увидим. Пока у нас тут другие условия. Александр, ответ получен? Хорошо. Ребята, еще вопросы? Спасибо за доклад. У вас есть, получается, лидары, камеры, радары. А есть какое-то процентное соотношение важности каких-то определенных данных? Лидар, допустим, 80% для принятия решений, камеры 10%. Я примерно с этого и начал, что мы считаем, что лидар – это главный основной элемент. По нему как раз в основном и решаются эти задачи по распознаванию препятствий, по строению триммерных карт и прочее. Камеры мы используем в основном для определения сигнала светофора, еще для знаков, ну и по камерам, наверное, и все. Радары мы используем для определения каких-то объектов на больших дистанциях, когда нам, в общем-то, не важно, что там за объект, но важно его сильно далеко увидеть и в плохую погоду. Тогда мы используем радары. Поэтому если в процентах, ну и, не знаю, там процентов 80-90 – это лидары, а остальное так примерно поровну камеры и радары. У нас сейчас есть в планах непреодолимое желание от некоторых датчиков отказаться, например, в роботе. Но хочется пооптимизировать его стоимость всей этой платформы и вот думаем, например, от того же радара там отказаться. Роботу вроде как не надо так далеко видеть. И то, что лидар наш позволяет на 100 метров определить всякие объекты, вроде как ему более чем достаточно. Как раз сейчас активно занимаемся этим анализом. Пожалуйста. Так, вот еще молодой человек. Да, спасибо. У меня был такой вопрос. Вот вы говорите, что вы строите 3D-карту для навигации, но карта не статична на самом деле, ну в реальности. То есть могут быть какие-то перекрытия, изменения знаков, непредвиденные. Как это вообще предполагается обрабатывать? Да, спасибо, хороший вопрос. Мы где-то летом запустили робот-акси в Яснево, такой вроде небольшой микрорайон в Москве. Все светофоры там разметили, там их точно не помню, там больше 400. И, значит, по нашей некой внутренней статистике, за первые два месяца, что мы там катались, примерно 200 из этих светофоров были или заменены, или ремонтировались, или их снимали, переставляли. Ну, короче, это прям часто. Это вот каждый второй светофор какие-то там проблемы, изменения имел всего за два месяца. Та же ситуация и со знаками и так далее. У нас есть договоренности с городскими службами дорожными, которые должны нам как можно оперативнее передавать эти данные. К сожалению, это тоже не всегда срабатывает. Поэтому у нас есть еще свои внутренние сервисы, которые отслеживают эти изменения. И когда там в начале смены какой-то первый автомобиль едет по маршруту, он в том числе и замечает какие-то изменения в дорожной разметке, в знаках и прочее. И мы же все это передаем в единый сервер, и эти все данные, эта информация об изменениях, она сразу распространяется на весь флот. У нас часто такие интересные ситуации бывают. Немножко не об этом, но выглядит забавно, когда проходят какие-то дорожные работы, снимают верхний слой асфальта, его там закатывают новым, на дороге еще нет разметки, просто черный асфальт. Ну и большинство водителей едут, как они чувствуют, что вот кажется здесь полоса, и они так друг за другом гуськом едут. А наш автомобиль, по лидарным данным, знает куда точнее, где на самом деле эти полосы находятся. И со стороны, да, и выглядит, как будто наш автомобиль едет в междуряде, как не очень хороший, а все вот по правилам. Но нет, на самом деле, скорее наоборот, наш едет по правилам, а все остальные не очень правильно. Георгий, а получается, что мы уже можем в Ясенево покататься прямо на такси, который без водителя? Ну, мы там несколько ограничены законодательными нормами. В Ясенево там сидит наш инженер за рулем, такие требования в Москве. В Иннополисе, например, там наш инженер давно уже сидит на пассажирском. Вот скоро у нас еще будет запуск на юге России, там тоже можно будет покататься. А вот чего вам осталось сделать для того, чтобы у нас, ну, как минимум по большим городам уже могли бы такие вот автомобили ездить, чтобы было прям беспилотное такси? Ой, хороший такой масштабный вопрос. Да. Ну, надо больше набирать данных, надо больше ловить редких кейсов. Мы сейчас все больше уходим в моделирование, потому что какие-то редкие случаи, их сложно поймать, даже имея там миллионы накатов, которые у нас есть. Ну, например, такие, значит, кейсы, когда автомобиль припарковался, и с большой вероятностью человек может выйти, открыть дверь, мы это симулируем уже, вот, да, на уровне софта. Поэтому надо больше машин, надо больше датчиков на них, и больше уйти, уходить в симуляцию. Потому что бесконечно мы не можем этот флот увеличивать. Мы, наверное, уже дошли там до некой такой вехи, когда у нас есть необходимое количество этих машин, дальше надо улучшать еще технологии, в том числе и сенсоры. Ну, то есть вы используете синтетические данные, синтетические сцены в процессе обучения? Да. Ага, классно. Ну, это тоже очень интересно. Мы даже заметили, что наши машины, значит, обучаясь по окружающим машинам, стали немножко по-разному себя вести в разных регионах. То есть в Москве там, не знаю, благодаря, наверное, наличию камеры и всякой разметки мы достаточно спокойно вводим. А вот в одном из южных регионов мы стали несколько более дерзкими. Вот. Спасибо окружающим, да. Понятно. Хорошо. Ну и вот еще такой вопрос, но он больше связан уже с… Ну, я не могу его не задать, мне просто очень интересно, в каком состоянии находится процесс сертификации на самом деле таких устройств, потому что это вообще сдерживающий фактор в моем понимании во всем мире, потому что это же все-таки комплекс, то есть там же будет сертификация, наверное, не только одного лидара или не только там одной камеры, а всего вместе. И вот вообще, в принципе, как у нас сейчас в стране с этим обстоят дела? То есть есть ли свет в конце тоннеля? Ну, потому что это, как бы, вот, мне кажется, самое важное, что сейчас, наверное, вас останавливает. Да, да, так и есть. Есть у нас ограничения законодательные, мы не можем там сейчас в любом городе, в любом районе поехать в беспилотном режиме. Мы активно пользуемся так называемым там особым правовым режимом, он только на ряд там трасс и городов распространяется. Все наши автомобили перед тем, как выезжают на улицы, проходят сертификацию в НАМИ в нашем институте, да, а до НАМИ у нас есть полигон свой, где мы какие-то, ну, важные изменения обкатываем, проверяем многократно. У нас там есть множество манекенов, значит, и людей, и собак, и других, значит, объектов, и мы все там много-много раз перепроверяем. Уровни железа, значит, тоже система, которая учитывает всякие требования по безопасности. У нас есть резервирование и питание, и источники данных. У нас те же лидары, они перекрываются, то есть, если какой-то из них выходит из строя, это не сильно критично сказывается на весь автомобиль, то есть он может, ну, как бы, безопасно завершить маневр, там, перестроиться, не знаю, припарковаться и так далее. Вот. У нас есть отдельные блоки, которые именно необходимы для вот некого такого безопасного режима, когда по каким-то причинам основной вычислитель выйдет из строя. Ну, то есть дублируется какая-то функция. Да, совершенно верно. Классно, как в самолетах. Да, да, совершенно верно. Отлично. Так, ребят, еще вопросы есть? Да. Скажите, пожалуйста, вот в плане domain adaptation вы сказали, что вы используете различные ML-алгоритмы, и, ну, это логично. А вот от региона к региону у вас может случаться, ну, скажем так, то, что эти ML-модели будут себя вести абсолютно по-иному. Ну, то есть они, это же не детерминистические алгоритмы. И вот есть ли в этой части какие-то наработки у вас, и как вы с этим планируете бороться, может быть? Ох. И еще второй. Да. Ну, ответьте. Да, давайте попробую. Да, я не совсем про ML, больше про железо, но из того, что знаю, да. Все так. Мы когда начинали, значит, заниматься беспилотниками, мы обучали, значит, наши машины по неким эталонным водителям, да, у нас водители-испытатели, значит, они плюс-минус, похоже, которые управляли, и это был такой некий начальный базовый уровень. Дальше мы начали обучать по окружающим машинам в городе, дальше мы стали менять города. И да, это буквально несколько месяцев назад произошло, когда мы сменили там достаточно сильные регионы и заметили эти изменения. У нас, помимо ML, есть же, да, множество каких-то еще ограничений, там, на правила дорожного движения и другие, другие. И вот в неких таких крайних случаях, думаю, что будут некие ограничения, да, потому что мы работаем с людьми с безопасностью, поэтому полностью довериться ML, что там у искусственного интеллекта в голове, уж извините, сложно понять, поэтому, да, надо тут от безопасности тоже думать. Спасибо. И второй небольшой вопрос. Вот Евгений и вам задал про синтетическую 3D-генерацию, да, что вы работаете над этим, есть вот область common corruptions, да, то есть естественных каких-то изменений, ну, для улучшения качества ML-моделей. И вот вы моделируете в рамках 3D каких-то построений сцен различные вот такие вот возможные погодные изменения, там, расфокусировки камер, моушн-движений, там, разных и так далее. Да, погодные явления, конечно, симулируем, потому что поймать, я не знаю, какой-нибудь плотный ливень, это надо долго ждать, и не хочется, чтобы наши технологии зависели от времени года, там, погоды и прочее, поэтому, да, это мы активно используем. Мы еще даже на уровне расстановки сенсоров и определения оптимальных углов зрения используем всякие симуляторы, начинали с готовых, потом свои написали, по которым мы смотрим, там, эти оптимальные углы, разрешения, туда добавляем погодные явления, смотрим, насколько это все дело ухудшается. В общем, да, это тоже все используем. Да, круто. Георгий, спасибо еще раз за доклад. У нас вот время доклада уже подошло к концу, поэтому, ребят, предлагаю перейти уже в дискуссионную зону, она прямо вот здесь рядом. Соответственно, на самом деле, извините, я забыл, вот вы должны были отсканировать вот этот QR-код и задавать вопросы в чате. Соответственно, время еще есть, вы эти вопросы можете задать, ну и если там вот дальше мы уже в дискуссионной зоне, или вы зададите их лично. Вот, всем спасибо. До встречи. Спасибо.